Это Xbox 360, и я запустил этого старичка, чтобы немного вспомнить былое прошлое, а также понять, насколько он легендарен в нынешнее время. Если что, этот аппарат вышел в далеком 2007 году, но у меня он появился где-то в году так 2009, после того, как моя первая версия Xbox 360 померла с тремя кольцами смерти. Конечно, мой друган ее восстановил, но это совершенно другая история, которую можно найти у меня на канале. Кстати, напомню, что 360-й бокс мы взяли в свое время лишь из-за того, что его можно было прошивать, и да, ровно так же, как и сейчас, многие даже не знали о такой замечательной консоли, ибо в голове у всех была PlayStation, ну, почти как и сейчас. Сам Xbox 360-й даже сейчас выглядит довольно-таки стильно, мне всегда нравился этот дизайн, конечно, самый топовый для меня это все-таки S-версия, она прям, знаете, какая-то космическая, а вот дизайн в стиле Gears of War или Звездных войн вообще меня с ума сводил. Раньше, кстати, с лимитками было куда лучше, и если сейчас офигевает от такого дизайна, в котором просто пудры чутка посыпали, то вот раньше желание приобрести лимитку было куда обоснованнее. Вы просто посмотрите на эту красоту, ну, кайф же. За все это время я так нормально сохранил консоль, не бита, не крашена, единственное, у нее есть два заметных минуса. Первый это заедающий дисковод, который только после смачивания веща начинает выдвигать диск, а также его турбины, которые могут навести шум у тебя в комнате, что даже соседи могут прийти, думая, что ты тессируешь реактивный двигатель. Не, реально, послушайте, как он шумит. Короче, здесь явно придется ехать к Xbox Flash. Геймпад. В свое время, после PlayStation 2, мне было слегка неудобно играть на контроллере, который имел немного другое расположение стиков, но после какого-то времени у меня пришло осознание того, что оно даже лучше, чем на блойке. И в какой-то момент я подумал, что ничего лучше и удобнее придумать, ну, просто невозможно, пока я не дожил до времен контроллеров Xbox One. Не, реально, как бы кто ни кричал, что Xbox 360 это просто идеальный контроллер, все-таки от Xbox One он будет куда удобнее. По сохранности, к сожалению, они у меня не в идеальном виде, ибо какие-то отгрызанные, немного грязные и в меру поломанные, но играть все-таки можно. Сейчас, честно говоря, после всех геймпадов, которые я пробовал, Xbox 360 это, конечно, легендарный геймпад своего времени, но сейчас ощущается немного мелковато кнопки, мешающая штучка под батарейки. Кстати, недавно у меня была проблема, отчего я думал, что мои геймпады все померли с чего-то вдруг. Но, оказывается, на дне кейса под батарейки просто окислились контакты. Решение оказалось простое, просто покупка новой задней крышки за 100 рублей и все в порядке. Если вдруг кому-то надо, ссылочку оставлю в описании. А еще у старых геймпадов ощутима мертвая зона. То ли у меня геймпады расходились, то ли это у всех так, но при игре это очень заметно. Всего для 360 бокса за все время у меня было 4 геймпада. Два белых, один черный и серебряный с поворачивающейся крестовиной. Просто раньше много кто ее ненавидел, и майки под конец придумали достаточно клевый вариант, и пока я об этом рассказывал, знаете, что я вспомнил? Ни один из них не имел проблем с дрифтом стиком. Как так? Люфт был, да, западали кнопки, но чтобы какой-нибудь геймпад сам по себе мотал камерой или ходьбой, ну, такого не было. И знаете, такое ощущение, что несмотря на то, что майки в начале Xbox One говорили о том, что их новые геймпады капец какие долговечные, все же по моему опыту могу сказать, что от 360 жили куда дольше. Поделитесь в комментариях, как у вас с этим. Но что касаемо игр, вот что-что, ну, мне нравилось то, что ты можешь просто поставить диск, и ты в него играешь. Честно, это офигенно. И как бы сейчас платформодержатели не ускоряли загрузку, не давали нам запустить игру чуть раньше, что просто повисеть в меню, да. В этот момент, когда ты приходишь с магазина и тупо с лету вставляешь диск за 2 секунды, и ты в игре, это просто бесценно. Конечно, при всем при этом был капец какой минус, после которого тебе нужно было бежать в магазин и менять этот диск, но... Ну, ничего страшного, это все равно быстрее, нежели ждать загрузку. Знаете, даже в 24-м году игры тех времен воспринимаются более чем хорошо. Да, ты видишь большое количество пикселей, огрехи анимации, топорное управление, не такую быструю загрузку, при которой ты можешь успеть помыть посуду, сходить и выкинуть мусор, убраться и попить чаю. Да и в целом есть осознание того, что игры для него во многих темах уже морально старые. Но ты это прощаешь, поскольку это те самые игры, от которых ты кайфовал и можешь кайфануть сейчас. И даже через 200 лет, когда у нас будет 100к разрешения, 360 фпс, все равно будет по кайфу заглянуть в какую-нибудь старую игрушку. Я, например, хоть и не на 360 боксе, но с удовольствием прошел недавно Batman Origins. Да, многим она не понравилась в то время, но я капец как кайфанул. Недавно я приобрел Max Payne 3 на диске, который, кстати, пущу по всей России, следите за челленджем в Телеграме, когда я его запущу. И то же самое, ты запускаешь игру и помимо того, что ты реально чувствуешь какую-то, знаете, прикольную атмосферу прошлого времени, назову это так, ты, во-первых, действительно получаешь наслаждение и самое главное и удивительное, хочешь пройти игру до конца и проходишь. Я просто уже долгое время ловлю себя на мысли, что заходя в новые игры, не во все, но во многие, у тебя они не вызывают интереса. Ты скачиваешь их по подписке, буквально пару минут и тебе становится скучно, ты засыпаешь, а иногда и вовсе впадлу скачиваешь. Хотя, опять же, вспоминая битвы с боссами в Бэтмене, несмотря на то, что они мне дались не прям легко, мне не хотелось скипнуть игру. И я ее прошел практически не отрываясь, и какое бы давнее то время не было, сейчас хочу поднять тему производительности. Несмотря на то, что в Full HD 60 FPS на 360 боксе вы точно не увидите и придется иногда играть в 20 кадров, такие вопросы и споры о данных показателях в то время поднимались крайне редко. Да, между платформами всегда были споры о том, у кого трава зеленее, выше, но до игр практически не докапывались. А знаете почему? А потому что это не хотелось обсуждать, поскольку, опять же, игры были немного другие. Они были атмосфернее, с прикольными и непохожими идеями, практически не было повесток. А самое главное, они были интереснее и увлекательнее геймплеена, хоть и немного цикличными в этом плане. И пройдя новую игру, ты бежал поскорить друзьям не пожаловаться, какие там просадки FPS или разрешения, а бежал рассказать, насколько игра была клевая и посоветовать ее, чтобы прошли твои друзья. Помимо этого, хотел бы еще вспомнить просто легенду своего времени, а именно аксессуар для Xbox 360 под названием Kinect. Многим, скорее всего, будет интересно, что это такая за штуковина, а это некие линзы, похожие на какие-то очки Splinter Cell, которые одевались на Kinect. При помощи вот этой штуки Kinect думал, что ты находишься куда дальше от камеры, нежели ты на самом деле. И вот эта штука позволяла как раз-таки играть в маленьких комнатах, потому что у нас комнаты не особо большие. И, соответственно, эта штука была просто необходима, чтобы вообще можно было играть в Kinect, потому что в Kinect, по-моему, нужно играть лишь в расстоянии полтора метра от камеры, что, собственно, иногда не удавалось сделать вещи очень классные. И я все еще офигеваю, как развивались технологии в то время. У меня все еще живой Kinect от Xbox 360, конечно, то ли он падал, либо что-то еще, но в нем будто что-то откололось и застряло внутри, и немножко вот так вот трещит. Но это ему не мешает работать. Я в целом любитель подвигаться, поэтому в моем списке достаточно игр для него, и, блин, как же это было офигенно. Конечно, тот же Kinect 2.0 был куда технологичнее и удобнее в этом плане, ибо для первой версии требуется нормальная такая по габаритам комната. Но что касаемо игр, тут бесспорно 360-ый бокс был впереди. Хорроры, файтинги, спортивные игры были сделаны куда лучше. Конечно, это может не дать столь больших эмоций в нынешнее время, ибо появились такие крутые технологии, как VR, которые больше погружают тебя в виртуальный мир. Но раньше это был просто срыв башки, да и к тому же до сих пор весело играть в него с кем-нибудь в какой-нибудь пинг-понг или легкую атлетику. Знаете, пока писал голос к ролику такой, думаю, блин, я вам как бы рассказываю о Kinect, а почему бы Kinect не попробовать? Короче, если хотите, если набросаете на этот ролик дофига лайков, то я как-нибудь проведу стрим по Олимпиаде Kinect. Короче, с вас, Лойс. И что касаемо 24-го года, и вопрос, а стоит ли покупать Xbox 360? А актуален ли? Ответ на самом деле крайне прост. Технически и морально консоль старая. Новых игр вы тут точно не увидите, способ управления может показаться не таким удобным, и назвать ее актуальной ну просто никак нельзя. Но купив эту консоль тысяч так за 10, и установив туда фрибут, вы можете познакомиться или вспомнить одну из лучших эпох видеоигр. Седьмое поколение, оно действительно такое, и те, кто его прожили, поймут, о чем я говорю. Всякие Субатеры, Человек и Пауки, GTA 4, Devil May Cry, Splinter House, Прототипы и прочие проекты, это те игры, которые могут вам подарить эмоции, куда больше, нежели нынешние игры. Поэтому, если вы пропустили многие такие проекты, то почему бы и нет? Для меня Xbox 360 навсегда в моем сердце, и даже в 24-м году и с недавних времен, мне кайфово возвращаться в старые проекты, которые я не проходил, или перепроходить то, во что я играл давным-давно. Поэтому, если считаешь Xbox 360 легендарной консолью, то с тебя лайк, подписка и комментарий с твоим мнением о ней. У меня на этом все, большое спасибо за просмотр, и до новых встреч, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok